Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет макияжное. Я вот уже накрасилась. Это минимум вообще. Макияж без макияжа, как я это называю. Мы сейчас уходим в гости, будет жарко. Косметики очень-очень мало. Если вам интересно, оставайтесь. Покажу, как крашусь. Это вот мое утро. Сейчас у нас раннее утро, мы вот уже уходим. Покажу, как крашусь и поговорю немножко с вами о сериалах. Если вам интересно, оставайтесь. Ну что ж, приступим к утренним процедурам. Я вот только что закапала глаза. Они немножко такие сейчас, чуть-чуть красноватые. Вот этими каплями японскими. Вот так они называются. Называются рохта. И это такой зеленый тюбик. Он с охлаждающим эффектом для уставших глаз. Для людей, кто много проводит времени за компьютером. Что-то там делает. Это я вчера перерисовала. Глаза напряженные. Хочешь, не хочешь, все равно ты утром просыпаешься, глаза немножко такие уставшие. Поэтому вот эти капли с утра иногда очень даже помогают, как-то освежают взгляд. Я сейчас просто умыла лицо варош-пассей умывалкой. Приняла душ. Мои все ушли. Ушли в парк. Мальчики пошли кататься на велосипедах. А мама пошла по магазинам. Моя мама. А я осталась дома, потому что я не умею кататься на велосипеде. Ну, по магазинам как бы тоже не очень хотелось. Поэтому решила быстренько воспользоваться моментом, пока никого нет, и записать для вас видео. Голову я сегодня не мыла. Это вот уже третий день, как выглядят мои волосы. Совершенно как бы не грязные. Но я их чуть-чуть поспреила вот этим шампунем сухим от Cloran. Вот так он выглядит. Вот такой сухой шампунь от Cloran. Мне он очень нравится. Мне нравится шампунь Batiste. Но Batiste иногда может давать свет на волосах. То есть, если я беру, например, для блондинок, он может, если при близком распылении, он может прям вот окрасить волосы в белый цвет. Ну, потом это можно все стряхнуть. Ну, как бы не хочется заморачиваться с этим совсем. Вот этот шампунь такого не делает. Cloran. Шампунь супер. Так, все. Лицо. Я ничего еще не наносила. Решила все это сделать с вами. Будет очень легкое покрытие сегодня. La Mer крем. Ой, не крем, а лосьон тоник. Вот он такой. Мне он очень нравится. Называется The Treatment Lotion. Я его наношу. Руки чистые у меня. Наношу вот несколько капель вот так на руку. Так чуть-чуть их распределяю. И вот так вот вбиваю во все лицо. Утром сразу освежает. Как-то, вы знаете, прям лицо дышит. Лицо такое прям напитанное. Ну, вот как будто выпила водички. Много-много-много. На самом деле нет. Я вот когда его наношу, я сразу прям чувствую такой эффект охлаждения, эффект питания. Очень приятная вещь и очень маленький расход. Я им пользуюсь в основном утром. Вечером я пользуюсь другим тоником от Aven. А вот тут мне нравится именно этот. Он быстро впитывается, не оставляет липкости, не оставляет вообще никаких неприятных. Ну, как бы знаешь, бывают такие лосьоны, тоники даже, которые вот оставляют после себя такую как бы пленку. Тут ничего такого нет. Крем я использовать как вот таковой не буду сегодня. Я буду использовать только SPF, потому что мы сегодня будем много находиться на воздухе. Мы идем в гости. Там будет открытое такое пространство. Крем для глаз. У меня сейчас вот такой пробник доктор Деннис Гросс. Крем с коллагеном. Тут такие прям обещания. Он, значит, делает подсвечивание и подтяжку, значит, разглаживание. Ну, я, честно говоря, ничего такого не замечала. Но крем неплохой. Я его вот аккуратно пальцами вбиваю. Сначала вот так. В основном, больше всего я кладу крема вот сюда, в уголок глаза. Ну, не прям в сам уголок. И потом вот так разбиваю. Вбиваю его, вбиваю, вбиваю, вбиваю. Он потом сам расходится. Такой легкий массаж можно сделать, если хотите. И он потом сам у вас разойдется. Хороший крем. Крем для лица. Крем для лица. Какой я буду использовать? Это Анесса. Японский крем с SPF 50. Вот так вот он выглядит. Анесса. Вот с таким вот голубым наконечником. У них до этого был, по-моему, другой наконечник. То ли желтый, то ли еще какой-то. Я не углублялась в подробности. Я заказала его у наших родственников, когда они приезжали из Японии к нам погостить. И вот они мне привезли этот крем. Он не продается здесь. Вот такой он очень легкий. И вот так я его сейчас нанесу на все лицо. Он на водной основе. И очень хорошо распределяется. Вот просто идеально распределяется. Быстро. Тонкий слой. Хорошо впитывается. Потому что бывают кремы с SPF. Ну, как многие, наверное, знаете. Они, кстати, липкие, оставляют белесую пленку. То есть для лица их применять совершенно невозможно. Это просто ты получаешься весь липкий. Ну, неприятно просто находиться вот в таком креме в течение дня. Тем более, если жарко. Все. Он уже впитался. Ну, он просто восхитителен. Если у вас есть доступ вот к этому крему Анесса, пожалуйста. Я вот прям рекомендовала бы его. Он, по-моему, не очень дешевый. Я смотрела, он где-то 50 долларов стоит австралийских. Не знаю. Может быть, на каких-то других сайтах он есть. Ну, вот у нас его можно заказать из Японии. Ну, я не пробовала. У меня пока есть. Все. Он впитался. Можно сразу же нанести праймер. Я решила нанести сегодня праймер. Вот такой. Мекка косметика. Праймер с такими светящимися частичками. Вот сюда я, наверное, нанесу. Совсем немножко. Так он выглядит. Это чисто наша австралийская компания Мекка. Они владеют сетью таких больших бутиков с парфюмерией. Ну, там я все, собственно, и покупаю. Парфюмерия, косметика представляют очень много брендов. И также вот года три, наверное, назад, или сколько, может быть, больше уже, они запустили свою линию косметики, которая называется Мекка косметика. И вот этот праймер у них – это просто хит. Вот он такой, видите, как жемчужного такого цвета. И он реально делает очень красивое, дает свечение. Как бы вообще в жизни можно вот этот праймер один нанести и все, и пойти. Потому что, ну, он, конечно, не дает никакого покрытия, но тем не менее, такой как-то, ну, чуть-чуть выравнивает лицо, да. Я краситься много не буду. Я сегодня весь день как бы аутдор, аутсайд на улице. Поэтому вообще смысла нет как-то сильно перегружать свое лицо. Вообще, в принципе, если бы мы не шли в гости, вот так вот достаточно. Мне я бы очки поддела и все, и пошла. Но так как мы идем в гости, хочется немножечко как-то подкраситься. Я буду использовать минимум продуктов. Если вот как бы вам понравится такой макияж, я бы вот прям рекомендовала вот эти продукты, которыми я сейчас буду пользоваться. Тут их буквально раз, два, три, четыре. Четыре продукта. Ну, вот праймер пять, да. Я думаю, такие праймеры вот именно с таким эффектом свечения можно найти в других брендах. Просто нужно посечить. Я люблю вообще именно такие кремовые праймеры. Не силиконовые, не гелевые, вот такие прозрачные. Я не люблю совсем. Мне нравится вот когда вот он такой прям крем. Давайте буду краситься и поговорю немножко сериалы. Может быть, расскажу, какие я смотрела недавно. Мы смотрели недавно, я посмотрела сериал «Хождение по мукам». Я посмотрела сначала новую версию, которая вышла вот прям в том году, наверное, да, с Юлией Снегирь в главной роли. Ещё там, ну, там много кто играет вообще. А потом, ну, под впечатлением посмотрела ещё, ну, не до конца, правда, старую версию, но не чёрно-белую, а, по-моему, это была версия каких-то там восьмидесятых с алфёровой. Потому что вот всего я чёрно-белую версию я даже не смотрела, поэтому я, ну, не знаю. А вот эти два я посмотрела. Значит, показываю, чем я буду красить. Я буду краситься сегодня вот этой тройкой от «Шанель». Её совершенно невозможно ей придать такой прекрасный чистый вид, скажем так, потому что вот реально, пока ты ей красишься, весь продукт вылезает за рамки вот этой вот клеточки их. Ну, слушайте, когда я её только купила, она была прям очень красивая. Можно было фотографировать. Сейчас, конечно, не очень. У меня она в оттенке идёт в оттенке 170 Бэш Интенс, так как я, в общем-то, у меня сейчас загар, поэтому мне она подходит. Если вы белокожая, то там много есть других оттенков, которые более светлые, и румяшки румяна, у которых тоже более светлые. И кисточку я буду вот тоже использовать вот такую «Шанель». Вот так она выглядит. Выглядит. Кисть мне подарила подруга. Вот так она выглядит. Очень она удобна именно вот для этого набора. И буду слегка, нанесу на какие-то зоны, может быть, слегка под глаза, потому что это корректор-консилер, и, может быть, сделаю слегка такой вот оттенок, ну, как мы делаем бронзером, я только сделаю это вот этим вот консилером, корректором. Он хорошо распределяется, как бы мне нравится их использовать, и все равно как-то он придает лицу какой-то там приятный оттенок и выравнивает. Сериал. Сериал, расскажу про новую версию, которую я посмотрела, мне она понравилась. Она мне понравилась тем, что снято великолепно. Великолепно снято. Актеры, хорошие актеры, хорошие актеры, но, знаете, я заметила, что вот, ну, даже вот та же «Снегирь», та же вот вторая актриса, я, к сожалению, не помню имени, вот они сейчас очень популярны, они на волне, прям, знаете, и их везде. А вот они везде, во всех сериалах, вот их снимают. Мне кажется, все-таки есть и какие-то другие девчонки, и талантливые, и так далее. Ну, надо как-то всех снимать, потому что уже одни и те же лица немножечко надоедают. Так вот, «Снегирь» Юлю я люблю. Я, знаете, когда только она, когда я только ее увидела, мне показалось, ну, мне она не понравилась. Вот это как раз было, по-моему, про любовь, фильм, и потом она пошла, 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 везде ее стали снимать. Юлю Снегирь. А потом я посмотрела с ней, мы с мужем посмотрели с ней фильм «Кровавая барыня». По-моему, это или того года, или еще перед. Я не знаю, был ли этот фильм, как бы, прошел ли он успешно в России, и как его приняли в России, но нам фильм очень-очень понравился. И игра самой «Снегирь», она была потрясающей. Я не представляю, очень сложная роль «Кровавая барыня» — это история Салтычихи. Такая вот идиозная фигура. Салтычиха, которая мучила своих крепостных. Ну, кто, как бы, знает историю, тот, наверное, знает, какая ужасная это была женщина. Конечно, в фильме, и мне тут даже еще осталось после сна штук, я сейчас крашу, я вот только встала. Конечно, в фильме они сделали еще более эту историю такую вот прям жуткую, какую-то с элементами мистики даже и так далее. Ну, потому что это кино, это сериал, нужно как бы захватить зрителя. Но сама игра «Снегирь» — это просто что-то с чем-то. Мне кажется, она, ну, такое ощущение, что она сама реально сходит с ума в процессе вот этой съемки, этого фильма. Она была просто потрясающая, великолепная. У нее меня изменилось, вот под конец фильма, у нее изменилось вообще выражение лица абсолютно, мимика, как она, вот этот взгляд безумный, бешеный. Потрясающе. Мне кажется, с ней даже, наверное, на площадке работали психологи, потому что вот просто так вот сняться, показаться — это очень тяжело, тяжелая работа. Фильм тяжелый, оставляет после себя очень много таких неприятных, неприятной послевкусия. Постоянно нам хотелось его прекратить смотреть, но вот интересно, знаете, бывают вот такие сериалы. Это вот я так ушла от сериала, который я недавно посмотрела, «Хождение по мукам», перешла на Юлю Снегирь и так далее. Все, вот я как бы совсем слегка нанесла вот этот вот сектор, это корректор. Я под глаза, как вы видите, не наносила его. Ну вот он, знаете, вот как будто бы ничего нет, но на самом деле я смотрю в зеркало, просто немножечко выровняла я лицо. На нос я никогда не наношу. Если я пользуюсь каким-то очень таким плотным средством, я наношу на нос средство. А так вот, когда вот так очень легкие, легкое покрытие, я никогда не делаю на нос ничего. Мне нравится естественность вот этого вот блеска моего носа, я не знаю. Это моя такая тема. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы наносить тональные средства на нос, но я это не делаю, никогда не люблю. Так вот, «Хождение по мукам» новый сериал. Сейчас я буду наносить румяна, вот так вот, тоже пальцами. Сериал «Хождение по мукам» новый, современный. Мне понравился, мне понравился... А, там еще Ходченко выиграет, куда же без нее. Ходченко вот я, кстати, не очень люблю. Хотя она мне очень понравилась, помню, когда только появилась в фильме «Благословите женщину». А потом она начала быть везде, как бы скажем так, быть везде, появилась везде, во всех сериалах, во всех фильмах. Ну, иногда просто устаешь. У нее, она, конечно, очень талантливая и фактурная, как говорят в кино. Но девушка красивая. Но когда эту девушку красивую ты видишь очень много, тоже как-то уже это надоедает. Вот так буквально я разношу, вот так слегка. Они сначала кажутся очень яркими, обязательно на нос. Они кажутся очень яркими, морковными даже. Но потом они вот как-то съедаются. Они съедаются и оставляют после себя очень такой, очень натуральный, что ли. Ну, вот как будто вот этот, вы сами такая вот, ну, ваш натуральный румянец. Ваш натуральный румянец. Вот так вот в зеркале я смотрю, вообще здорово, а на камере немножко как будто бы вот пятнами. Но на самом деле нет, все очень так приятно. Ну так вот, Ходченкова там снимается. Сериал хороший, сериал хороший, история двух сестер. Я вообще люблю «Ухождение по мукам». Моя любимая это Катерина. Я Дашу как-то не очень. Даша для меня такая более приземленная, такая земная девочка. А вот Катерина классная. Я люблю как персонаж Катерину. Нравится ее характер. И вот Катерину как раз играет там Юлия Снегерь. Бесподобная. Очень красивая, благородная. Вот мне понравилось смотреть этот сериал. Конечно, он немножечко растянутый. Я смотрела его одна. Ни мама, ни муж. У меня смотреть это все не стали. Смотрела его одна. Растянутый, да. Особенно, когда вот эти революционные, начало революции, вот все это показывают. Немножечко так, ну, можно чуть-чуть подрезать. Хотя я понимаю, что это все история, это не вырежешь, да, из фильма. Тоже было много всего. Это показано в версии с Алферовой. Алферова вообще, конечно, красавица. Вот Алферова играла Дашу в первом, в котором, в сериале, в другом. Охлаждение по мукам. Немножечко нанесу, совсем чуть-чуть этого хайлайтера вот тут. Нанесу другой рукой, потому что здесь у меня уже румяна. Этот хайлайтер, вы когда его наносите, его вообще не видно. Но потом, вот вы где-то, например, находитесь, ну, рядом с зеркалом идете куда-то, да, проходите, а там зеркало. И вы реально уже понимаете, и его видно становится. Вот это, вы знаете, это такая палетка-обманка. Вы ею пользуетесь, вы ею пользуетесь, красите, 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 и ничего не видите, никакого эффекта. А потом, глядя в зеркало, вот эффект колоссальный. Эффект есть, очень классная палетка, мне она очень нравится. Я, скорее всего, куплю себе такую же, но в более светлом оттенке, потому что мне нравится ее брать, например, с собой куда-то на поездки. Вот одной вот этой палетки хватает там, вообще на всю поездку. Это очень-очень-очень удобно. Ну так, я всегда наношу хайлайтер сюда, но он потом съедается вообще в один момент. Все, вот с палеткой я закончила, чуть-чуть румян, чуть-чуть вот как бы тона. Так, дальше я чуть-чуть как бы расчешу свои густые брови, совсем слегка. Я летом вообще никогда не делаю макияж бровей, хотя у меня есть пару карандашиков чуть-чуть, чтобы прорисовывать. Но мне кажется, лето это такое дело, все должно быть легко. Ну это как бы мое мнение, мне нравится, когда девочки красятся, когда много что-то у них накрашено. Ну у каждого свой стиль, поэтому вот мне вот удобно как-то, чем меньше, тем лучше. Мне кажется, даже когда я много накрашусь, моя кожа как-то выглядит хуже, чем когда на ней меньше всего. Ну это вот мое мнение, может быть и нет. Так, я вот просто причесала брови вот такой тушью от Шанель в оттенке блонд. Я ее уже показывала. И сейчас хочу чуть-чуть подвести глаза черным цветом, немножко. Это вот такой карандашик Нарс, у меня он был в какой-то коробке подарочной. И я делаю вот просто на водную линию, закрываю глаз и чуть-чуть провожу. Он подчеркнет голубые глаза и придаст, ну немножечко рок-н-ролла дадим. Немножечко дадим рок-н-ролла. Вот видите, такой глаз становится как бы более глубокий. Можно, конечно, было бы и так оставить, но вот мне нравится, вот когда внутри глаз подчеркнут черным карандашом. И вот эти капли, я вот прям смотрю, у меня белок, он аж с голубым оттенком. Бесподобные капли, конечно, если уставшие глаза покраснели, то я бы рекомендовала, конечно. Их, по-моему, можно заказать во многих интернет-магазинах. Первые пару раз вы их наносите, когда вы их закапываете, вы будете чувствовать такое сжение очень яркое. Потом привыкаете, уже не чувствуете так сильно. Вот. Значит, посмотрела я вот этот сериал. Да, мне понравилось. Я сказала, понравилось. Все, очень красивые костюмы. Актеры хорошо сыграли. Грустно, конечно, там все это. Ну, слушайте, это наша история, наша жизнь. Что же делать? Куда? От этого никуда не убежишь. Тушь. Тушь у меня Hourglass Extreme Lash Mascara. Это у меня пробник, но я куплю себе обязательно большую, потому что она меня невероятно удивила. Тушь бесподобная. Бесподобная даже вот прям круче, чем шанелевская. Очень крутая. Делает ресницы длиннющие, не склеивает. В течение дня великолепно держится. Не осыпается, не осыпается. Ну, вот вообще у меня к ним никаких-никаких нету пререканий. И хорошо, что дают вот такие пробники, потому что так бы я, наверное, никогда бы не купила тушь от Hourglass, потому что это, по-моему, их первый запуск. Я бы купила бы что-то проверенное. Например, Шанель или... О, ресничка упала. Шанель или, ну, не знаю, Кевин Аквон у него хорошая тушь. Тот же Мак. Мэйбеллен. Мэйбеллен очень хорошая тушь, но все равно очень быстро засыхает она. Too Faced, я уже говорила, тушь Beta Dance Sex. Очень крутая. Но вот она на любителя. Она делает кукольные ресницы. Она их до такой степени делает объемными и даже склеивает, ну, в красивом виде. То есть кому-то это может нравиться, а кому-то нет. Мне нравилось, но вот это мне сейчас нравится намного больше. Эффект тот же, а склеивания нет. А еще я посмотрела сериал по Netflix, который называется Russian Doll. Russian Doll. Матрешка. Я когда увидела первый раз рекламу этого сериала, мне показалось, что это они прикололись. Ну, я не знаю, или, может, не прикололись, и сняли сериал про Аллу Пагачеву. Потому что на постере, в самой рекламе, вот как она идет, главная героиня одно, ну, вот просто точное попадание, точная копия Аллы Борисовны, ну, ее в молодые годы. Та же прическа, даже тот же какой-то стиль. Ну, все, челка, цвет волос, вообще все-все-все. И по названию мы понимаем, да, Russian Doll, что эта девушка-то русская. И когда в трейлере, трейлер вы смотрите рекламку, там ее зовут Надя. Ну, и вот мы, помню, с Викой, с моей, посмотрели, значит, этот короткий ролик этого рекламы, рекламу. И прям загорелись его посмотреть, потому что так интересно. Сама вот эта актриса, она также спродюсировала этот фильм. Я не помню, как ее зовут, крутая девочка, очень крутая. Она играла еще в сериале Orange New Black, оранжевый и новый черный, как тут называется, да. И вообще она в таких странных фильмах играет, артхаусных немножко. Также там снялась Хлои Севини, которую я очень люблю, уважаю. Такой вот прям художник, актриса. Ну, художник не в плане того, что она пишет картины. Художник, вот она по жизни художник. Она такая муза, она красивая, модная. Мне нравится ее стиль. Всегда нравилась, она меня как бы вдохновляет. Одна из немногих актрис, вообще одна из немногих личностей. Ну, конечно, там Тильда Суинтон есть, еще кто-то. Но вот Хлоя Севини, она... Ну, что-то мне есть такое, вот мне она очень нравится. Так вот, она там тоже снялась. Я так ждала этот сериал. Я его посмотрела до конца, ну, с трудом. Я постоянно закрывала и думала, все, я уже к нему не вернусь. Но потом, по-моему, 15 эпизодов. Потом подумала, ну, ладно, уже все, ладно, посмотрю. Самый классный эпизод. Ну, как бы начало, да, пилот. И последний. Все. Остальное все могли они вот смело вырезать. Есть интересные ходы, но в целом вот этот день сурка. Главная героиня вот эта Надя, ее день рождения, вечеринка, много-много ее друзей. И она каждый этот вечер умирает. И потом там же просыпается, приходит в сознание, опять живая, и все повторяется вновь. День сурка. Ну, и там много всего. Наркотики, секс, какие-то связи непонятные, любовь, еще что-то, дружба, ее отношения с мамой. Ну, так немножко психологии, да. Не знаю, мне не понравился сериал абсолютно. Не понравился, вот повторюсь, понравился очень финал. Неожиданно круто они сделали. Именно вот финал, как они потом соединили этих героев, как все закончилось. Ну, так долго они к этому шли, что я... да. Ну, мне было интересно, конечно, почему вот именно так она... Такой у нее был образ. Ну, вряд ли они знали Аллу Пугачеву. Но, я думаю, русскую аудиторию к этому фильму они, безусловно, привлекли. Ну вот, вот такие ресницы получаются. Очень такие прям. Большие. Большие. Длинные. Длинные ресницы получаются. Ну, собственно, все. Мой макияж готов. Сейчас накрашу только губы. И скоро уже мои придут, мы пойдем в гости. Шуи Мура. Вот это моя самая любимая помада. Нюдовая, увлажняющая в оттенке BG 923. Я ее уже показывала. Она у меня всегда в сумке. Всегда я ей крашу. Даже если нет румян, она прекрасно ложится, как румяна тоже. Все. Накрасили губы. Больше я никаких сериалов не смотрела. Таких вот прям, чтобы запомнить, знаете, может быть, посоветуйте какой-то. А, нет, ну кого? Вот вчера буквально. Я вот так чуть-чуть делаю и на щеки тоже. Вчера буквально я посмотрела, досмотрела сериал «Метод». Этот, я не смотрела его раньше, с Хабенским и с этой, с Паулиной. Такая девочка красивая вообще, прелесть. Такая прям супер. Ну, Хабенского я очень люблю. Хабенский прям классный. Классный после, ну, вообще много фильмов с ним хороших. Географ Глобус пропил. И книга, и фильм, ну, просто я могу его смотреть. Ну, я каждый год его смотрю стабильно. Мои родные его не любят, потому что он очень депрессивный, им кажется. А я очень люблю, очень, очень люблю этот фильм и книжку тоже. Так вот, посмотрела я сериал «Метод». И вот так тоже меня заинтриговали некоторые серии, первые четыре. А потом все как-то так предсказуемо было. Я сразу понимала, кто убийца. Ну, там все обычно такой психологический портрет убийцы. Все идет из его детства. А в детстве там ребенка или мама, или там папа унижали, и там что-то такое издевались. И потом вот он вырастает в такого вот несчастного маньяка, которого жалко вроде. И... А что? Делать все равно уже ничего нельзя. Маньяк, короче. Ну, и вот этот персонаж Хабенского, такой тоже непонятный, крутой алкоголик, псих, мне понравился. Я даже одно время думала, пока я смотрела этот сериал, что вообще Паулина-то и нету, или Хабенского нету, что это вообще одна личность. И вот, не знаю, вот вы мне напишите, кто смотрел этот сериал. В конце тоже там показали, что вот она одевает его плащ, и потом показывает, что он уже поворачивается. Вот есть там какая-то такая вот странная грань. Они зачастую все в одной и той же одежде ходят. Ну, как бы он вообще всегда в одной кепке, в одном этом, в одном этом. Редко, когда что-то меняется. То есть это вот как вот личность с раздвоением, скажем так, как личность, вот как я поняла. Ну, может, я, конечно, чересчур копнула, но кто знает. Может, я не одна такая. Может быть, кто-то тоже так понял этот сериал. Ну, неплохой, неплохой. Смотреть, конечно, второй раз не буду. Мне понравилась Паулина, мне понравилась девочка. Это такая она классная, красотка. И Хабенский. Все, я вот уже готова. Сейчас мои приедут, мы поедем к гостям. Вот смотрите, совершенно, ну, вы видели, я совершенно не накрашенная. Ну, вот эта вот шанельевская вещь, она, конечно, качество грандиозное. Она делает вот лицо таким вот каким-то, ну, холеным. И как будто вот вы реально там красились. Хотя нет. Целлофановая ночь у меня в течение уже, наверное, скольких, пяти дней. Ну, так, вечером одно, а целлофановая ночь с утра, и вот прям в упоении, на работе. Это целлофановая ночь, Серж Лют Анс. Первые пару раз мне она совершенно не понравилась. То есть, абсолютно, я подумала, что, господи, как кошмар, это вообще не мой аромат. Ну, видимо, аромат отстоялся, видимо, у меня что-то там, какая-то химические процессы в голове произошли. Я не знаю, я не чувствую больше абсолютно вот этих нот, которые меня оттолкнули от него в первый раз. Сейчас это бесподобная медовость, это красота, это медовость, но не приторность, это не сахарность, не сладость. Это вот какая-то, знаете, такая, ну, как вот бывает липовый мед, самый вкусный. Такой вот нежность, нежность, цветочность, немножко горечь. Очень красиво, очень красиво. Не похож аромат на, вообще, нетипичный, на мой взгляд, аромат для лютанца. Более такой, наверное, самый коммерческий, который есть у бренда, самый понятный, что ли. Может быть, поэтому он мне как-то сразу так... Я ожидала, думала, что-то большее будет, знаете, при этом название. Ну, это все равно кайф. Это кайф, это красота, я вообще балдею. Все, на этом все. Все, мой выходной продолжается. Вот прямо сейчас, наверное, залью видео и выложу. Желаю вам прекрасного дня, прекрасного настроения, солнышка и на улице, и здесь. С вами была Аленка Блок. Напишите мне какие-нибудь сериальчики, я, может быть, посмотрю, потому что метод посмотрела. Хочу именно русский. Хочу смотреть, что снимают все-таки в России. Мне интересно. Все, всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.